МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привитус Амигаса, между тем, нешуточные страсти кипят в игре Uncharted 2. Главный герой выбыл тёлку своего друга, она, по совместительству, свою бывшую, и собирался друга своего уже кинуть, но друг опередил его и кинул в музей его первым. Вот это кидалово, вот это вообще, вот это неожиданный сюжетный поворот. Интересно, каким образом здесь замешана бывшая главного героя, нынешняя тёлка, его кореша. И интересно, ещё куда-то сюда сдриснуть-то надо, я что-то вот ничего не понимаю. Туда, что ли? Навстречу, навстречу чувакам с пистолетом, которые целятся с лазерными, с лазерными прицелами, но почему-то всё равно не стреляют. А, вот и всё. Вот так из этого тачмахала можно просто сдриснуть, оказывается. Да. Эти, такие объекты ещё, сука, Аладдин в мультиках грабил. Не то, что такой серьёзный пацан, как косплеер Индиана Джонсона Баван во вселенной. Нейтан, мать его... Нейтан, купи себе, наконец, шляпу, сука, Дрейк. Так, сюда, сюда. Шляпу и хлыст, блядь. Так, мы... Они на каком-то африканском обезьянном языке кричат, что-то. Вот так. Можно перепутать с арабским, но раз про Аллаха ничего не слышно, значит, не они. У тех, как правило, клич, по-моему, один на все случаи. До новых встреч. Да, вот так вот просто из супер-музея можно... Ну ладно. Слушайте, а вы заметили, какие у них люки огромные, господи? Из этой канализации могла и ракета вылететь, блядь, судя по размеру. Это, наверное, чтобы эти панцири черепашек-ниндии не застревали, когда они домой уходят утром. Эй, кто там? Проваливайте, я занят. Какая жалость. Салли. Тебя нельзя оставлять без присмотра. Как же я рад тебя видеть. Салли, тебя же убили в прошлой серии. Какого хуя, Салли? И как в очень страшном кино он должен ответить, да? А я думал, тебя убили в прошлой серии. Мало моих, однако... Ну ты воняешь. Не хуже твоей сигары. Да. Как ты нашел меня? Через... Ну ты воняешь. А ты че, блядь, меня нюхать пришел? О, нет, нет, нет. Да подожди. Салли, запри дверь. Она нас здесь не достанет. Помолчи хоть минуту. Выслушай. Спасибо, Виктор. Ты уж прости, Салли, но ты плохо разбираешься... Салли, Салли, дверь закрой. Я телку, блядь, два месяца не видел. И все-таки... Кошмар. Да, да ладно. Не все так плохо. Вот, даже личное ведро. Раньше-то было одно на восьмерых. Слушай, я очень признателен, что ты... Ко мне заглянула. Но если бы вы с Флинном так подвали, подставили меня, я бы не гнил три месяца в этой панице. И они не нашли. Что значит они? Флинн и его клиент. Лазаревич. Ну тот, чокнутый. Они с самого начала были заодно. Лазаревич. Или Лазаревич, значит у нас есть время. Ты отведешься. Камень они нашли, убиваются. Убиваются, у нас есть время. Этого они не ждут. О да, вместе сладко. Что-то, знаете, я немножко расстроен. Довольно просто. Главный герой вышел из ситуации, из которой выхода, в принципе, казалось, что вообще нет. Блядь. Он бежал на пистолет, и в него никто ни разу даже не выстрелил. Обычно, знаете, в кино злодеи хотя бы мимо стреляют. Они стреляют охуенно мимо. Они стреляют так, как будто, блядь, они вообще слепые нахуй. И у них одна рука, блядь, это протез. Я не знаю. Яркий пример, это в последней миссии невыполнимо, как автоматчики стреляли в спину Тому Крузу, бегущему по коридору. Блядь, ни один не попал даже близко. А здесь даже стрелять не стали. Они просто, блядь, водили лазерными прицелами туда-сюда. Зачем-то, блядь? Вот по тому, как движутся лазерные, вот эти целеуказатели, видно, как бы, что они не пытались в него прицеливаться, а они водили пистолетами из стороны в сторону, как дебилы. А он просто убежал. Отлично. Простите, если испортил вам просмотр заставки, просто просто не смог промолчать. Да, дай всей казарме, блядь. Каждому, ёпты. Взорвёшь там с ними, блядь. Пять минут каждому, всё, мы пока всё сделаем. Дед тоже пять минут каждому дать готов, видишь, у нас нормальный план, короче. Ой, блядь. Я заложила заряды взрывчатки по периметру лагеря. Хрена ли мы опять делаем в этих джунглях. Смотрите, там только что крокодил невидимый прополз такой, знаете, это как хищник такой белый, расплывчатый. Прозрачный такой. Я только понять не могу, на кой хуй она здесь всё это разложила. Мы не могли это с собой принести по какой-то причине, что ли? Вот это, вот это. Ты рацию, я бомбу. Она здесь прошла, по болоту всё разложила, блядь. Чё это за хуйня? Да, и кто его люди, блядь? Разумные обезьяны, что? По всему периметру джунглей? А не проще охранять просто периметр объекта? Вырубить там немножко? Шлюха на месте? Кто сказал шлюха? Я даже с мысли сбился. То есть зачем патрулировать джунгли, если здесь очень, блядь, очень просто спрятаться от охраны. Это порожняк, помню. Каких, блядь, ребят? А, ёпта. По-тихому? То есть без стрельбы, да? Так, сейчас, короче, один пойдёт поссать. Я подплыву к нему незаметно и дёрну его за хуй. Ты в это время атакуешь второго с тыла. Ты понял? Раз уж у нас нет денег купить автомат с глушителем. Да, от меня слишком много шума. А как я должен был по стелсу их? А может тут стелс как бы, ну, он нахуй не нужен? Как вы считаете? Вырубить без шума это значит застрелить, наверное? Я не понимаю, почему иногда экран замутняется и я перестаю видеть вообще. Я, блядь, вижу, как пули летят. И они летят не очень быстро. Вармерт ворфер также примерно летают снаряды. Как там перезаряжаться в этой очень странной игре? И что за пидорский пистолетик у меня? Стесняюсь спросить. Шумный сверчок, блядь? Откуда в меня хуй вертят, блядь? Дед, ты можешь меня прикрыть? Прошу тебя, блядь, как родного. Стрелок из Дрейка не очень, судя по разбросу. Блядь, где ты, что ли? У меня пистолет, как, блядь, у агента Арчера, сука, из мультика. Отличный выстрел! Пиздец, вы заебали. Сука, в армию, блядь, столько народу не идет, сколько здесь в этих джунглях. Можно качнуться на руках и прыгнуть. Ты-то, конечно, сможешь. Ладно, погоди, старик. Можно побороться на руках. Попробуй найти другой путь на мир. А нахрен ты тогда взял с собой эту старую рухлядь, если она не может качнуться на руках, блядь, и прыгнуть? Ты уверен вообще, что тебе нужен такой спутник? Что он тебя в джунглях не будет тормозить? Что он сейчас пить или жрать, блядь, не захочет? Пить или жрать? Ладно, взрослый подгузник там наполнится. Как правильно? Вон, правильно, пень ему на бошку сбросить и дальше одни пойдем. Слушай, я вижу, что надо что-то сделать с этим пнем, я не понимаю, что нажать надо. Может, надо выстрелить? Нет. Значит, с пнем ничего не надо делать, да? Надо, а, блядь, надо, конечно, скалу обрушить. Вот это намного правдоподобней. Я вот часто так камни ворочаю, на самом деле. Постоянно. Волун, вросший землю, простоявший здесь, блядь, миллионы лет. Ха! Легко, ёпта! Сейчас старый, может, нам дорогу покажет, потому что я что-то нихуя не вижу, куда идти. Вон, пенек бы ему сбросил, он бы его вертикально там вот откатил, там поставил, залез, все. И пару ящиков тоже. Абсолютно, абсолютно правдоподобно. Так я не понял, что, старикан-то идет, нет? Ты что, блядь, ждешь скидок для пенсионеров? А, все. Сюда и надо. Понятно. О, макака, ёпта! Они должны были вернуться откуда, блядь? Там склад. Я думаю, что там у вас основная точка, это выскори патрульные. Блядь. Один прогиб, и ты погиб. У нас скорее был один бросок. Блядь. Ну и перезарядка здесь, господи. После Лары Крофт очень непривычное управление. Не знаю, кто у кого перемандил игру, но управление могли бы сделать одинаковое. Вы приближаетесь к первому лагерю. Слушай, ну, блядь, графики есть, конечно, сочные. Но сначала вам придется расчистить тебе поддак. Именно вот это ярко-зеленые вот эти тона от этих джунглей. В общем-то, это одни из самых прикольных джунглей, наверное, вообще в играх, если что я видел. Потому что я джунглей не очень люблю. Я это говорил еще, когда Far Cry первый показывал в рубрике вашей игры. Что вот в джунглях мне не очень нравится. Со времен Battlefield в Вьетнаме я джунглей как-то не влюбил. В первой части Uncharted тоже были вроде джунгли, они тоже были зеленые, но там графика такая, извините, что, блядь, ну, как бы, не детальная, скажем так. Да, это был ремастеринг, но все равно любой ремастеринг он может воспроизвести только что-то устарелое, он там на Next Gen ремастеринг вряд ли какой-то замахнется прям такой. И он не увидел, конечно же, что его друг поспать прилег и не дышит. Тут кто-то много пиздит, чувак. Боже мой! Да, стелс уебищный, конечно. Лучше отсюда начинать перестрелку, я убежден. Туда лучше не лезть. По ништяку. Там уже тоже люди были, уже нет. Уже передумали их там спаунить. И охуеется, наверное, сейчас из невидимости появится. То есть, ну, блядь, ну, вы сами понимаете, да, что это древняя хуйня, когда враги на карте не стоят, заранее они расставлены, да? Кто где. Они вот прям материализуются где-то у вас на дороге. Типа, якобы, это засада, но это, блядь, вот не похоже было на засаду, потому что в этом месте она нелогична. То есть, их друзей-то только что расстреляли безжалостно, они такие посидели, выскочили и тоже померли. То есть, они не заманили тебя там в какую-то западню, ничего, они просто, типа, выпрыгнули. это такой бородатый, блядь, 2004-й, мне кажется. Не знаю. Вот опять, смотрите, они опять, опять, блядь, телепортировались сюда с военной базы прямиком, видимо, может, их тут высаживают на беззвучных вертолетах каких-то, которые я не вижу. Блядь! Худшая анимация смерти. Актеру, которого никогда, блядь, не будет Оскара и детей, блядь. Я не понимаю таких маневров. Да, конечно. Сюрприз. Всю вышку сдуло, блядь, даже обломков нет. Хуя ее расщепило, блядь. А, вот она. Мы же не могли ее, блядь, взорвать у них под ногами, нам за каким-то хуем надо ее вот именно сейчас тут заминировать. То есть, и вот это вот взрывы, они как бы отвлекут, да? Не отвлекут. Почему одна из четырех? Не, я назад не пойду, даже если я пропустил, а мне кажется, что я сдох и не актив... вон еще. То есть, взрывы, они отвлекут солдат, то есть, вот взрывы, взрывчатки не услышат, а то, что я тут генераторы всякие взрываю, это как бы не взрывы, нихуя. Осталось всего два. Это тихие. То есть, я, блядь, должен ходить искать здесь взрывчатку в джунглях. Это миссия такая, серьезно? В джунглях, конечно, красота, но игра тут должна в джунглях быть немножко другого плана. Маугли, например, сука, или Тарзан, блядь, не знаю. Но бегать по джунглям с автоматом. С этого, мне кажется, америкосы вот только тащатся, типа, блядь, в Афганистан там у них вот это все, в Вьетнам, блядь, да, Вьетнам, Вьетнам, джунгли там, вся хуйня, романтика, блядь, военная. Совет. Хватит дурачиться, парень, приведи заряды в боеготовность. Где я их выебу, старый хуесос? Иди, блядь, покажи мне, где они. Они ярко-зеленые, зеленые хернё мигают, я, блядь, не вижу их. Если я их здесь не вижу, значит, их тут тупо нет. Револьвер тут снова появился, да, походу, или что? Блядь, это так весело, искать вот эту залупу, которую она где-то спрятала здесь. Так, установи последний заряд и уходим отсюда. Установи. Так он, блядь, установлен. Я просто тыкаю кнопки на нём зачем-то. Зачем-то. Объясните мне в комментах суть этого манёвра, я больше нихуя не понимаю. Вообще, я так понимаю, что здесь зарядов нет. Блядь. Нашёл, нашёл последний. Думал, что надо назад идти. Ну, в принципе, я потратил не так много времени. Я где-то на минуту всего записи остановил. Так, пора чё сделать, блядь, я прослушал. Сука. Случайно, я хотел его речь послушать. А, на рестницу его подсадить, не? Им нас не достать. Иди, я тебя подсажу. Им нас не достать. Это чё? Это как... Блядь. Самая уместная фраза этого момента. Салли, блядь. А тебя надо звать, наверное, этот Майк. Майк... Майк Дрейк не звучит. Фрэн... А, какого? Нейтан Вазовский, блядь. Так, и чё тут? В палатчиках ничего нет? Ну, я так понимаю, мне хотят дать на машине поездить? Нет? Ну, я очень хочу поездить на машине. Ну, пожалуйста. Нет, сука, на машине ты поездишь только спустя семь лет. В этой... В этой игре, в смысле? Они без оружия. Их не так уж и много. Чего мы ждём? Можем атаковать их. Да, их застрелим, нахуй. На, по-юблинскому. Всё. Деда первого окучили. Кстати, я променял свой пистолетик на магнум, но почему-то всё равно на заставке я был с пистолетиком. Я уже мастер рукопашного боя, стоило одному напиздюлять. Второго мы люто пиздим по яйцам. После трёх пропущенных по орешкам он продолжает, блядь, сопротивляться. Опять с ноги по яйцам. Я смотрю, что стиль Нейтана Дрейка это крафмага, блядь. Отбивать яйца с картинником. Да ты и сам справлялся. Вот тебе ещё. И, конечно же, блядь, здесь, как и в любом порядочном фильме, драться умеет только, блядь, главный герой, а всякие там солдафоны и наёмники, естественно, они могут только стрелять и то мимо. Что ты называешь ерундой? А чё это такое? Фильтр какой-то, что ли? И чё, а мне надо залезть или ждать, когда он, блядь, спустится? А, вот. Нихуя ты, капитан. Капитан Конгениальность. В джунглях проложили водопровод. А если его бобры перегрызут? Давай, диверсия, воду им, блядь, выключим, короче. Как-то такой план. О, снайперка, нихая расе. Стоит там такая небесхозная. Посмотрю в свой театральный бинокль. А я хочу заметить, что наш театральный бинокль ещё и звук неплохо проигрывает, который он считывает своими линзами, блядь. Бинокль помогает лучше слышать. Нет, нет, Зоран, я объясню. Нет, нет. Ты предал меня за это? Я убью тебя за это. Меня окружают предатели и голубцы! Голубцы тебя, блядь, окружают. Один вон сзади стоял всю сцену. Голубец. Давай, покажи, что он крутит в охуенного плана. А, вот этот взрыв они услышали. Ну, я, блядь, так и понял. Избранные взрывы. Пошли. Надо проверить. Вперёд, парень. Я тебя прикрою. Подожди, там снайперка для меня стояла, да? Я так понял. Ну и кто тут бросил снайперскую винтовку? О, ну понятно. Осторожно, Нейт. Похоже, не выстрели дозорных. Сценарист игры решил объяснить, объяснить наличие, блядь, в джунглях снайперской винтовки непонятным, кто там стоящий простым каким-то ебаническим совпадением, от которого, типа, даже главный герой прихуял. Ну и кто бросил здесь, блядь, в этой армии наёмников, а армия наёмников это... Пиздато я рукой махнул, да? Естественно, от бота, от бота со снайперкой толку маловато. Он не убивает вообще никого, ни хера. Как я танканул обратным ромбом, да? Да, блядь, ну и кнопки перезарядки, ну и управление, еб... Твою мать. Сука, самая неудобная перезарядка. Сколько, блядь, играю на геймпадах в игры, впервые такое вижу. А то, что, блядь, тут куча народу с автоматами, это не указывает на то, что он настроен серьезно. То, что человека за какую-то пиздюльку убили ножом, это, блядь, не указывает на то, что все серьезно. То, что все серьезно, блядь, это вот эти бумажки и фотки, конечно же. обошел все препятствия, обошел все препятствия на пути к Шамбале. И что, по-твоему, это значит? Без понятия. Да, мы не зря все это делали. С великий, с великой печалью смирился я с судьбой моих товарищей. Их роком стала ужасная ноша, что мы несли из Шамбалы. Может, они подумали, что цунами это кара небесная? Подожди. Черт, Салли, камня Чинтамани здесь нет. Что? Слушай, пусть на меня обрушится гнев Хубилай Хана, я не унесу Чинтамани из его святилища. У Марка Пола не было камня. Тогда что же это за ужасная ноша? Я не знаю. Если камня здесь нет, то что же тогда ищет Лазаревич? А может, он просто, блядь, кокаин тут нахуй продает, выращивает? Далековато забрался, не находит. А вы пришли доебались с каких-то, блядь, сокровищ каких-то. Зачем? Потому что камень лежит там. Хлоя, говорить можешь? Сейчас. Вы заметили, что организации, которые располагают такими огромными ресурсами в военных вооруженных силах, да, там, мы наемники, боевики, они вот только в играх ищут какие-то, блядь, сокровища, хуйню какую-то, культы там какие-то. В реале это, блядь, либо террористы, либо картели, нахер. Бинго! Надо подняться в горы, там мы и найдем людей Марко. Лоя, возвращайся к нам. Я уже иду. Отлично. Луны, быстро уходи. Люди и Марко, они еще живы. У тебя нет ни секунды. Они убиты. Блядь, главный герой такой тупой, блядь, это пиздец. Ты не смело, я прикрою. Гранаты, что ж, пригодятся. Конечно, где еще стоять ящику с гранатами, как не в главном штабе, где командир, блядь, регулярно ходит. Блядь, это же так безопасно. Л1. Бросок гранаты тоже пиздец, конечно, управление. Миссия бомбардировка. Они заходят слева. С какого лева? Слева от меня или от тебя? А, вот это лево было. Лови. У меня, походу, рекорд по дальности бросков гранат. И первое место по дальности бросков гранаты уходят солдафону. Все равно пушку отберут. Я вижу, блядь, я не в глаза ебусь. Спрячусь, спрячусь, как я за деревянным дырявым частоколом, блядь. Мне кажется, это безопасно. Калашников никогда в игре не пробьет какую-нибудь там сраную деревяшку. не для того они с коммунизмом боролись, чтобы в играх калашников нагибал. Ха-ха. Сука. Они заходят справа. Блядь, их там сколько, слышишь, ты их можешь там и снайперки убьёшь? А, это ты. Может, ты, блядь, и снайперки убьёшь всё-таки кого-нибудь? Ну, так, типа, типа, ибо нехуй. Это пиздец. О, смотри, убил кого-то. Ну, чё? Не попал, да? Внутрь кто-то собрался? С криком берегись, он присел и заткнул уши, реально, я это видел. Не зря, блядь, в армии кирзачи стоптал. Слушай, дай гранату и хуй добро шисали, походу, тебе пиздец. Ебать. Чё за... Откуда столько дерзости, ебать. Хуёвать тебе, блядь, братан. Гранаты поищи там, они выручают сильно. Может, у тебя там тоже ящик с гранатами под жопой. Здесь игра, блядь, походу, способна на такие совпадения. Блядь, я с ними не справлюсь, приятель. Слушайте, эта стрельба напоминает мне первый хитман. Первый, второй, может, даже третий немножко. подкрепление. Подкрепление. Кое нахуй? Несивай, приятель. Сделаю, что могу. Пиздец, так мне выходить, блядь, оттуда, нахуй, помогать этому пидорасу, или не выходить? Я понять, блядь, не могу, нахер, эту, блядь, сцену. Охуенно, блядь, интересную эту перестрелку, блядь. Просто я ебал, меня со всех сторон начинает расхуяривать. Блядь, пизда. Ну ты-то удачно зашел. Выбить его оттуда! Никто не помер. Ты ебнулся? Я помогу, Салли. Я друг, я по-другому ответил. Мой ответ, по-моему, разумнее. Ебать, ничего он умеет. Забросьте гранату в башню. Какую, блядь, гранату? Они у меня кончились полчаса назад. Спрячусь. Так, прячемся за нерушимым объектом. начинка. начинаем. Недалеку. пиздец так далеко не бросить ни хуя только две можно с собой брать дерьмо собачачи прожать для типа мимо было ты да его майкл джордан ночью на счет сельма ты где соли ай блять понятно вижу 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 эту секретную случайно открывшуюся тропу по нелепому стечению везения и обстоятельств наверное сюда ну наверно блять сюда больше то точно некуда сверчки застрекатали ночь так и сашки врага кончились солдаты можно его больше не бояться я думаю что в этой игре было бы заебись если бы джунглей джунглей было минимума всякой за прикольный хуя и максимум на хуяные камни вообще давать собой глупо утащим дом поставим все выходите хуевать нихера себе блять кусок бетона древнего домой притащили где-то была во время перестрелками вот интересно кажется здесь покоятся останки команды марка пола посмотрим чё их блять индейцы хоронили что этому храму не меньше тысячи лет не меньше о как точно вы определили блять дату похоже мы срубили джекпот да это команда марка пола какие у них зубы все черные господи до них у всех такие антенги померли наверно не укрылись здесь от цунами мне кажется что вот вот в этом трубе ножка должен быть какой-то ключ смотри нож между ребер торчит у этого булава блять на горбу лежит чё за что они они за друг друга пиздили походу ну наверно бились за последнюю жрачку и воду это чё такое голова какая-то голова изначального змея из dark souls отлитая в золоте а здесь пещера бэтмена запасная нычка бэтмена нам ба 2 эй я вроде что-то нашел здесь что похоже они несли сюда груз с места кораблекрушения бочечки опять смола я такой уже видел а чё она лежит на самом видном месте интересный сали посвяти да варкрафт 3 вы тоже об этом подумали постойте это кровь кровь повсюду тут была жуткая резня я не вижу а вон вижу кровь да посмотрим куда он видел что это за смола интересно воспроизводит эффект ультрафиолетовой лампы это же ультрафиолет да кровище может малофья блять может они тут это малофили а то что тут была бойная бойня я раньше заметил ребята потому что трупы с ножами в костях лежат ну и чё дальше по стене ещё что-то след прервался по-моему нет я эту комнату сразу заметил след обрывается у стены странно наверное это блять не стена завал этот поддаётся сали помоги мне конечно поддаётся всего всего 4 тонны сали давай это всего по тонне на нашу руку напряги бицепс обо что смотри как они быстро всю стену разобрали да тут столько валунов лежало блять они за секунду прям разгребли что даже валунов ты не видно может это бред но похоже они поубивали друг друга капитан капитан просто нет они ебашились друг другом слушать а еще если посчитать то у марка пола по мне могло такой команды быть здесь человек блять тысяча лежит ну просто черепа даже если считать то черепов тут на жителей блять нескольких деревень наберётся ух посмотрите марка пола ты что ли что у нас тут осторожно моя моя тетрадка никому не дам считать моя коробка это меня чуть сердце не выскочило да такой шутник какая уродливая штуковина опять кинжал нет это же блять первый сука древнеисторический делдак он устраняет препятствий да он устраняет препятствий что ну жопу разрабатывать а постойте не о нем ли говорил марку пола я не понимаю даже о чем ты говоришь в дневнике он писал что достойный пилигрим чудесным образом обошел препятствия на пути в шамбалу с помощью этой штуки это ключ все это конечно очень здорово и интересно но идти то куда хороший вопрос блять я в этой игре постоянно не задаюсь может просто на карте посмотрим ну-ка покажи между великой индией и провинцией тибета лежит земля усеянная чудесными храмами их золотые шпили видны до самого горизонта россия ёпта это в непале а да в непале откуда в непале золото только это больше не земля храмов это большой город да это усложняет задачу погодите тут еще из множества храмов лишь один скрывает тайный путь в шамбалу и путь этот откроется лишь пилигриму что владеет золотым ключом я просто в охоте там настолько прямым текстом написано куда идти и что делать что даже как-то не характерно а эй мазфака бич надо идти ему смешно на них смотреть такое ощущение что надо идти а как насчет блять телепортировать нас в шамбалу спустя месяц нам например или мы чё блять туда пешком пойдем я пойду разведаю обстановку я пойду разведаю обстановку хуй я ты мартышка блять я пойду тоже разведаю обстановку потому что внизу то делать нечего она ничего у нас не украла чё она убегает то может и пиздырать чтоб лазил быстрее нахуй он таскает с собой этот салли салли вообще про марка пола нихуя не знает лазики ну вот ты пидораска блять я в шоке просто что за нахуй одни предатели кругом чей хуй она сосет я нихера не понимаю блять я тоже задаюсь тем же вопросом слушайте злодеи в этой игре мне нравится больше это лучше чем три месяца бегать кругами по джунглям но корабли то я нашел сам бы ты даже собственный зад не нашел даже с картой они явились вот оттуда что она там трогать его за яички Гарри посмотри-ка кстати о картах между Индией и Тибетом толщина бумаги пиздец может это кожа я не знаю я не знаю получается ее вообще кто-нибудь понимает что он творит какая чушь ёб твою мать какая умница наш не поспоришь чёрт нас заметили давай да не пал отрустой кто последний тот тот с пиздой хайкикс локтя в бороду блять и тут время неебических приемов похуй что по нам стреляют а им даже похуй что в зоне поражения оказался их же офицер блять или кто он там они блять беспорядочно ведут блять стрельбу очередью от бедра им похеру что не могут попасть по своим блять просто невероятно а тот дурак тоже видит что по нему свои же стреляет продолжает драться боты ах уж эти ебанутые игиловцы погоди каков бой совсем из ума вышел мы просто сломаем себе шею да если не прыгнем шею нам сломает лазаревич это же вода вода убивает только если пить давай прыгать эй эй блять случайно старик вроде меня должен знать когда остановиться мы выберемся ясно как всегда поедешь к своей красотке в непал а я туда где тепло хватит ладно расскажешь мне обо всем когда вернешься он сдаться собрался так он блять согласен был прыгать или нет не понял блять этот диалог ну там высота конечно да 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 и уже поплыли да ты была права когда сказала что у лазаревича неплохая тачка ты какая торпеда какая стильная у этого вилли с вами что мило какой благодатный город и посмотри ниггеры с автоматами бегают до сомали какой-то блять они не ты не мог бы как-нибудь нож свой блять повесить туда где его будет меньше видно я понимаю что носить золото это охуенно понтово она блять и уж что-то слишком выебываешься парень конечно блять делать нашему виллису там 60 километров набрать была ли за руль ехать за иметь запаску потеряли сейчас нам еще пару колеса тормута так и не дали поеду я ебу пятая глава война в городе понятно сейчас начнется battlefield короче но естественно мы battlefield это будем в следующей серии гулять резьба 6 понеслась печальный конец пацан к успеху шел вот короче но я думаю что убегать мы будем все равно в следующей серии чуваки так что блять хватит меня унижать чем пишите чем жмите все такое нихуя не знаю